Тенденции развития мирового хозяйства Тенденции развития мирового хозяйства Тенденции развития мирового хозяйства Тенденции развития мирового хозяйства относятся постиндустриализация, интернационализация, транснационализация, глобализация и интеграция. Давайте рассмотрим постиндустриализацию. К ней относятся переход от производства товаров к производству услуг. Преобладание работников умственного труда, а также исследования для развития наукоемких производств. Интернационализация – это процесс сближения национальных экономик и развития устойчивых экономических взаимосвязей между странами. Глобализация – это процесс усиления взаимосвязей и взаимозависимости всех субъектов мирового хозяйства. Интеграция – процесс создания региональных хозяйственных комплексов. Транснационализация – процесс перемещения капитала и производства из одной страны в другую. Суть этого процесса состоит в том, что из стран с избыточным количеством капитала он перемещается в страны, где в избытке присутствуют факторы производства, такие как труд, земля или полезные ископаемые. Какова же роль Казахстана в мировом хозяйстве и международной экономической интеграции? В экспорте Казахстана преобладают минеральные ресурсы. В импорте Казахстана преобладают машины, оборудование, транспорт, приборы. Казахстан – новый центр притяжения иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции направлены на укрепление экономики. Научно-технические связи в международном географическом разделении труда реализуются через научно-технический прогресс, образование и передовой технический опыт. Во внешней политике Казахстана большое внимание уделяется развитию взаимоотношений с Россией, являющейся крупнейшим партнером Казахстана. По российским нефтепроводам Казахстан осуществляет экспорт нефти и газа. А Соколовско-Сарыбайское горнорудное производственное объединение установило прямые экономические связи с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Большую роль в интеграции Казахстана в мировую экономику играют внешние экономические связи, состоящие из внешней торговли товарами, финансов и кредитов, внешней торговли услугами, иностранных инвестиций, научно-технических связей и международного туризма. Наша страна – активный участник экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Идею его создания выдвинул первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. В 1994 году на встрече со студентами и преподавателями Московского государственного университета. В ЕАЭС входят пять стран. Это Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан. В Союзе действуют четыре экономические свободы. Это свобода передвижения товаров и услуг, свобода капитала и свобода рабочей силы. 29 марта 1996 года Казахстан подписал договор об углублении экономической и гуманитарной интеграции. В 2010 году был создан новый таможенный союз между Казахстаном, Россией и Беларусью. Между этими государствами отсутствуют таможенные и торговые барьеры. Стабильно развиваются экономические отношения между Казахстаном и Украиной. Казахстан поставляет в Украину нефть, химическую продукцию, цветные и черные металлы, автомобильные аккумуляторы, шкуры и шерсть. Большое значение имеют взаимоотношения в экономической и оборонной отраслях между Казахстаном и Кыргызстаном. Планируется совместное завершение строительства гидроэлектростанции. На Карабалтинском заводе Кыргызстана перерабатываются казахстанские урановые руды. В настоящее время крупными торговыми партнерами Казахстана являются такие страны, как Великобритания, Германия, США, Швейцария и другие. Подписано соглашение о торговых взаимоотношениях между Казахстаном и США. Важным является соглашение об освоении источников Карашаганского, Каспийского шельфа и Тенисского месторождений. Казахстан подписал соглашение об экономическом сотрудничестве со странами, входящими в Европейский Союз, со странами Восточной Европы и Балтийского побережья. В азиатском направлении установлены тесные экономические и научно-технические связи с Японией, Южной Кореей, Китаем, Индией, Израилем, Индонезией и другими странами. Повышается роль Казахстана как транспортного транзитного коридора, связывающего Европу и Азию. Культурно-цивилизационная интеграция тюркоязычных стран. В 2009 году был создан Тюркский совет. Цель совета развивать всестороннее сотрудничество тюркских народов. Штаб-квартира находится в крупнейшем городе Турции, Стамбуле. В интеграционных процессах участвуют тюркские народы, проживающие в России, Украине и других странах. Перейдем к практической части урока. Задание 1. Место Казахстана в мировой экономике. В чем проявляется стабильность и рост экономики Казахстана? Определите особенность экономики страны. Назовите международные организации, членом которых является Казахстан. Объясните, почему участие в международных финансовых организациях в современных условиях является одним из важнейших атрибутов суверенного и независимого государства? Правильный ответ. Это политическая стабильность, страна богата минеральными ресурсами, входит в ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ и другие международные организации. Международные финансовые организации играют важную роль в экономике любой страны. Задание 2. Нанесите на контурную карту ведущие страны Европейского Союза. Германию, Францию, Великобританию, Италию, Испанию. Запомните их расположение. 2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи и Организации Объединенных Наций Республика Казахстан была единогласно принята в члены ООН. ООН является одним из главных направлений казахстанской многосторонней дипломатии. Казахстан в первые годы независимости нуждался в поддержке мировых держав и авторитетных международных организаций, в том числе ОБСЕ. Наша страна вступила в ОБСЕ 30 января 1992 года. Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Европейским Союзом установлены 2 февраля 1993 года. Формирование общей системы обороны и безопасности являются составными частями процессов интеграции и глобализации и определяют приоритетность полномасштабного взаимодействия Казахстана с Евросоюзом. Казахстан уделяет особое внимание на отношения с близлежащими государствами. Казахстан – одна из пяти стран, стоявших у истоков появления организации ШОС. С начала основания Шанхайской организации и сотрудничества Казахстан активно участвует в работе организации и на 2010-2011 годы стал ее председателем. Республика Казахстан является одним из первых лидеров и активным последовательным организатором интеграционных процессов. Развитие интеграционных процессов будет способствовать разрешению этих экономических, политических, социальных проблем, улучшению политического климата. Подведем итоги урока. На уроке вы научились анализировать тенденции развития мирового хозяйства, определять место Казахстана в мировом хозяйстве, определять интересы, цели и место Казахстана в международной экономической интеграции. На этом урок окончен. До свидания.